В дождь В дождь все земли приходят к единству. По слезе, по струе, по реке, По земному размазавшись диску, И молчать на одном языке, Как с педали неснятая нота Резонируют капли в окно. В дождь всегда вспоминается что-то, Что, казалось, просохло давно. Киму Беленковичу выпала, безусловно, трудная, Но наверняка счастливая судьба. За свои почти 77 лет он прожил несколько жизней. Был военным моряком, Выжил при обороне Одессы и Керчи. В 50-е, когда начался китобойный промысел, Его тоже испытал наш герой. Старший лоцман Одесского и Ильичевского портов В 60-е, 70-е. Это отдельная история. Ну и жизнь морского журналиста В советское время тоже непростое испытание. Но самое интересное в этой судьбе, Как отразилась жизнь моряка На судьбу его близких. Ведь известное дело, Моряки не очень любят дома откровенничать о работе. Когда вы узнали об дневниках отца? Вы знаете, это самая больная точка в моей жизни. Потому что мне кажется сейчас, Что если бы я узнала, Когда папа был жив об этих дневниках, Может быть, у нас ещё произошли бы Какие-то дополнительные разговоры. Но, к сожалению, узнала я о его дневниках Только и только после его смерти. Он вывез все свои дневники с собой. И никогда в жизни не знала я, Что... То есть я знала, Что он вёл какой-то такой дневничок, Наш ребёнок, Где он записывал всё обо мне. Это мне было показано. Но то, что папа вывез все дневники, Начиная с того самого первого дневника, Который он начал писать заново, После того, как в его судно попала бомба, И погибли все, За исключением только моего отца и ещё одного человека. Мама говорит, что фамилия его была Лавренко. Он здесь работал вроде бы с отцом. Она может ошибаться. Который помог отцу спастись. И вот эта тетрадочка, Которую папа пишет, Это было накануне его 18-летия. Буквально 13 ноября Бомба попадает в корабль. Никто не остаётся в живых, За исключением этих двух человек. 14 ноября моему папе исполняется 18 лет. Из дневника 41-го года. Я начинаю новую тетрадь своих заметок. К сожалению, предыдущие с друзьями погибли При условиях довольно неблагоприятных. Слова размыты. Так что, слова размыты. Тогда бы меня не было, и мы, слова размыты. Быть может, когда-нибудь я вспомню об этом И допишу ту небольшую тетрадочку. Сейчас мне было бы очень трудно просмотреть Дела давно минувших дней И снова вспомнить пережитое. Но пока пора кончать моё вступление И начать, наконец. Сорок первый год. Октябрь. Начало ноября. Дата начала теперешней тетради. Удивительно, как изменчива судьба. Что день грядущий мне готовит. День накануне моего совершеннолетия Мне кажется, запомнится навсегда. Это было 13-е число. Как же я ненавижу эту цифру. Поневоле становишься фоталистом, Хотя осознаёшь, что это абсолютно абсурд. Я хорошо запомнил эти бледные, перепуганные, растерянные лица, Рука, держащая пистолет у виска, Густые клубы пара, Заволакивающие всю эту картину, И судно, Медленно погружающееся в воду. Картины смерти. Меня волнует отсутствие всякой связи с матерью и сестрёнкой. Связь с отцом была потеряна с момента его взятия в армию. Где они? Что с ними? Семья же в это время переправляется с обозами беженцев прочь от дома. Бегут почти налегке. Самый тяжёлый груз не в руках, а на сердце, Поскольку незадолго до эвакуации получены были две похоронки. Одна на моего дедушку, папиного отца, который воевал в пехоте, А другая на моего отца. Похоронки пришли в один день, И моя бабушка трясущимися руками раскрыла их. Её мать, моя прабабушка, Внимательно посмотрела на обе и сказала, Мужа не жди, Аким вернётся, Не смей оплакивать его. Таких три болевых, Либо три испытания смертью, можно сказать, Нащупали вот в этих дневниках. Вот чуть-чуть обрисуйте, помимо этого первого случая, Какие ещё были две такие тяжёлые истории, Можно сказать, на грани жизни и смерти? Вы знаете, что интересно, Что сам папа никогда не рассматривал и не говорил об этом, Я так понимаю, даже в дневниках, Как о тяжёлых историях. Вот он воспринимал это как жизнь. После того, что случилось с его кораблём, Он был отправлен под Керчь. И он стоял там 22 дня. И мы знаем, что в это время Как раз Керчь уже после этого была сдана. И в дневнике у отца записано. Снова начались дни, которые я испытал в ноябре. В немного больших масштабах. Эта чёртова Керчь, наверное, Никогда не изгладится из памяти. Нет дня, чтобы не было налётов. Ежедневно налетают по 4-5 раз в день Группами от 4 до 12 самолётов. Уже скоро кончатся снаряды для наших пушек, Хотя мы начали вести огонь экономно. В это время отпадает всякое желание работать. Уже дней 10, как я не брился, И не снимаю рабочие одежды до самого сна. Вчера вечером был массовый налёт. Мы стояли уже четвёртые сутки на внешнем рейде. Весь Керченский канал был освещён прожекторами и взрывами снарядов. В воздухе стоял сплошной вой от летящих снарядов, Осколков, свистящих и рвущихся бомб. Мы были в центре этого Содома. В 100-150 метрах упали и разорвались в воде три бомбы, Которые легли параллельно правому горту. Они, вероятно, предозначались для нас. Ни одна бомба, ни один снаряд не попадает в корабль. И в дневниках вот этих 22 дней запись о друзьях детства, о дворе. Подробно. Помним, предположим, Мишку, Сашку. Этот рассказывал о Нате, Пинкертоне истории. Тот такой с деталями, с подробностями. Вы представляете, какой нужно иметь вообще позитив, чтобы написать это, когда над тобой вообще эти бомбы, когда все рвется, и когда ты уже понимаешь, он же не то, что не обстрелен, он же вышел из смерти один раз. И вот он ведет вдруг такую совершенно потрясающую запись. Из дневника 42-го года. Пару дней назад сюда приехала группа радисток из Баку. В тот же день со мной случился небольшой конфуз. Я отморозил себе правое ухо и даже не заметил, как это случилось. Ухо приняло огромные размеры и немного издали напоминает блин в масле. Придется мне с ним повозиться в течение некоторого времени. Среди радисток, которые приехали на практику, есть пара хорошеньких. Одна из них, черненькая, небольшого роста, не знаю, правда, ее имени, мне немного понравилась. Если судить по внешнему виду, она должна быть ветреной. Или, быть может, она ни с кем не встречается, и ради проведения времени сегодня с одним, а завтра с другим. Так начинается новая страница его военной молодости, которую можно озаглавить «Первая любовь». Познакомился, то есть разговорился с Эл. Интересно, как быстро мы сблизились. Еще вчера она была для меня почти совсем посторонним человеком, а сегодня я чувствую, что она близка мне. Это та, о которой я мельком упомянул выше. До нашего разговора я и не думал, чтобы она могла быть такой, какой она показалась мне теперь. Постепенно она мне все больше и больше стала нравиться. В первый вечер я мог только уважать ее. Она мне немного понравилась. А теперь... Люблю ли тебя, я не знаю, Но кажется мне, что люблю. Да, это так. Пусть она казалась мне ветреной, Пусть это даже окажется впоследствии истинной правдой, Но все же, несмотря ни на что, I love her. Мне кажется, Что и она меня немного любит. Она мне говорила об этом. В таких экстремальных условиях ты должен построить себе мост в будущее, Потому что все превращается в хаос, Все разрывается, Ты не знаешь, где эти дороги. Когда ты взносишь какую-то структуру, А дневник это есть структура, Ты начинаешь лучше видеть твое будущее. Я не знаю, что было до меня, Но я вижу прошлое по фильмам, по истории. Так я связана с прошлым. Я не знаю, что будет после меня, Но я слышу, как люди там фильмы о будущем ставят. Это мой мост с будущим. Особенно в экстремальных обстоятельствах, Когда каждую минуту ты можешь погибнуть. Ты должен выстроить себе этот мост. Его дневники, это были мост, Тот мост, который привел его ко мне. Через день, наверное, идем в рейс. Сегодня заскочил проведать Эл, Хотя был там недолго, Обеденный перерыв, Но все же увидел ее. Вечером мы с ней встретились. Она зашла ко мне, Была в каюте, Поболтали немного, И я ее проводил назад. Я окончательно в нее влюбился. И если придется мне с ней расстаться, То мне будет очень тяжело это сделать. Вы любили меня До прихода друзей, До расспросов. Вы любили меня В глубине этих снежных заносов, В глубине, где окно залепило И вход, и площадку, И где многое было Вопреки нелюбви, Но порядку. Вы любили меня, Не прослушав ни строчки, Ни слова. Вы любили меня, Ни хорошего, в том, ни худого. Был ваш замысел прост, И любовь в незатейливой роли, Словно снежный занос, Потому что февраль, И не более. Утром я ушел на судно. Мы ушли в камыш-бурун. Я с ней простился у парохода, Когда еще шла погрузка. Наутро я вспомнил о ней, И мне захотелось ее увидеть. Я сел у столика И начал что-то чертить карандашом. У меня ничего не вышло, Только почему-то рука моя Писала букву «Л». И как-то само собой, Не замечая этого, Я начал писать что-то похожее на Карикатуру стихотворения. В смысле литературы, Оно не представляет Никакого интереса. Но интересно то, Что я первый раз в жизни, Можно сказать, Нечаянно высказал свои мысли В стихотворной форме. Вот что у меня вышло. Совсем случайно Мы встретились с тобою. Был тихий вечер, Я подсел к тебе, И этой тихою вечернюю порою Я полюбил тебя. Все было как во сне, Я помню вечер временной разлуки, Шептали оба нежные слова, Потом пожали мы Друг другу руки, И я ушел, Пока не навсегда. И снова встретились, Я прилетел на крыльях, Увидеть милую, Услышать милый глаз, Но показалось мне, Что ты уж все забыла, Что эта ночь Разъединяет нас. Но нет, клянусь, Тебя я не забуду, И как забыть мне, Милую любовь? Я наши встречи Вечно помнить буду, И взгляды нежные, Понятные, Без слов. Итак, я продолжаю, Пишу 25 мая, Сегодня получил от мамы письмо, Которое меня очень взволновало, Первая новость, И потом узнал, Что Эл вчера только выехала в Ростов, Я не знаю, Чем можно объяснить, Что она не пришла ко мне прощаться, Этим может Кончиться наша история. Я ее очень любил, И она меня любила не меньше. Каждый вечер первое время Мы с ней встречались, Как хорошо было тогда, У нас не было друг от друга секретов, Все шло так хорошо, И вдруг сломалось. Вчера уехала в Ростов, Быть может, Это и есть конец. Четыре месяца прошло Одним мгновеньем, Настал разлуки грустный час, И вот теперь, С каким-то сожалением, Я чувствую, Даль разлучила нас. Завтра думаю писать письмо матери И немного ободрить ее, Жду письма от Эл, Пока все. Уже двадцать пятое мая сорок второго года. Может быть, Это начало. Дорогая мама, Образ твой всегда стоит у меня перед глазами, Как хочется увидеть тебя счастливой Среди нашей семьи. Пароход уходит в рейс, Таможенный досмотр окончен, Формальности так же. Я сижу за столом, В небольшой, На уютной каютке, Вокруг полная тишина, И тараканы Ласково улыбаются на потолке. Сейчас вечер, Поздний мартовский вечер, Сорок четвертого года. Что будет? Что будет? Сколько дум передумано, Сколько мыслей прошло, Под унылое пение ветра, Под волны монотонный напев, «Надо мною небо вечно туманное, И седой океан подо мной, А тебе лишь мои все мечтания, О любимой, желанной, родной». Дождался ли он письма от «Элл»? Следующая запись датирована 1944 годом, О чем он попутно вскользь упоминает В середине записок. Там, в мире его дневников, Время по-прежнему не дробится. Девушки «Элл» уже нет, Но грусть, То ли по ней, То ли по пережитому, Все еще витает на страницах, Неразделенных датами. Любил ли он ее? Была ли она просто Той кромкой берега, Тем пристанищем души, Оглушенный разрывами бомб И требующий отдохновения в мечтах, Навсегда останется предметом Наших догадок. Как они расстались, Недоверенно страницам дневника. Известно только, Что он потерял свою первую любовь. Жизнь, Как война, Не обходится без потерь. Китобойная его история, Это тоже испытание, Не из легких? Не из легких, Но я ничего об этом не помню. Я знала, Что папа был там, В китобойной флотилии, Слава, Ну, был и был, Значит, рыбку нам ловил, Там на прилавок, Эту рыбку доставляли. А каким трудом, И вообще, С каким риском для жизни Все это было? Я понятия не имела. Ночь темная, Темная, Тучи многоярусные Скрыли все светила небесные, Не мелькнет звездочка, Луна не осветит Мрачный океан И льды, Уходящие до самого горизонта. Вдали справа, Скорее чувствуешь, Чем видишь огромный айсберг. Свирепый ветер Свистит и завывает, Брызги ледяной соленой воды То и дело срываются с гребней И обдают стоящих на мостике. На трубе Толстым слоем выступила соль, Напрягая зрение, Смотрит вперед вахтенный, А свободная команда Спит в теплых каютах. Спит, Спокойно. Их сон и безопасность, Безопасность всего корабля Охраняет вахтенная служба. Чем темнее ночь, Чем сильнее ветер, Тем зорче всматривается Вперед вахтенный, А впереди Много опасностей. Огромные айсберги Усеяли океан, Стали на пути корабля Плавучие льдины, Едва заметные, Ночью Почти сливающиеся с водой, Трудно различить даже вблизи. На вахте Стоишь все время в напряжении, Бывает, что ко всему Начинается снегопад. И стоишь наверху, На открытом со всех сторон мостике, Под снегом и брызгами соленой воды, Холодно, сыро, Ветер продувает насквозь, Пробирается во все щелочки одежды. Да, Далеко забрели мы от родной страны своей, Моря и океаны, Тысячи миль морских дорог Остались позади, И столько же Впереди, А там, Далеко на родине, Остались родные, Близкие, Остались думы, Надежды и жизнь, Новая задорная жизнь, С ее поистине богатырским размахом. За работой некогда грустить, Но иногда, Особенно в шторм, Взгрустнется, И вспомнишь О далекой родине. И в этот момент Она становится В тысячи раз Милее и краше, Как будто оглядываешься С высокой горы. Жизнь с богатырским размахом. Я часто не соглашалась с отцом. Мне казалось парадоксальным, Что он, Который столько повидал И знал о существовании Другой жизни, Любил все-таки эту, В которую возвращался С каким-то упоением И трепетом, Понимая прекрасно Все ее минусы. И только уже Совсем в зрелом возрасте Я, наконец, поняла, Что для моряков Родной берег Это святое место. Это идеал, К которому они стремятся На протяжении всего Нелегкого плавания. И не мудрено, Что многое воспринимается Ими по-иному, Чем теми, Кто на берегу. Это психология моряка. Вышел ли он в отставку Или все еще плавает. Многие считают, Что морякам свойственна Романтика моря. Я же думаю, Что морякам скорее Свойственна Романтика берега. А море для них Тяжело и буднично. И вряд ли они его идеализируют. В море они сильны И опытны. А вот на берегу Многие из них Настоящие дети. Таков был и мой отец. Любил он Родину свою Бесконечно. И очень ревностно Относился ко всему. Каким-то известиям, Что у нас что-то хуже Здесь происходит. Очень следил всегда за этим. Какие темы В вашем общении Доминировали? Духовные. Он был таким теплым человеком. Понимаете, Это был теплый человек. Тепло чувствовалось от него. Его не любить Было просто невозможно. Человек глухой, С черствым сердцем Мог не любить Такого человека, Как мой отец. Не потому, Что он мой отец. Мы знаем, Что отношения между Родителями и детьми Они разные. Он был таким Действительно и на самом деле. По воспоминаниям Моей мамы, Когда я родилась, Папа подошел ко мне, Посмотрел и воскликнул «Лоб мой!» Но, как оказалось, Не только лоб, А и то, что внутри лба, Тоже досталось мне По наследству. В три года Появились первые Рифмованные строчки, Которые папа Немедленно записал за мной. Убежал лисенок в лес И на дерево залез. Он написал мне совершенно Блестящее напутствие Мне, семилетнему Или восьмилетнему Ребенку на моей первой тетради. И вот в этом суть Общения он написал «Бесцельно времени не трать, Нет в мире более дорогого». Я подарил тебе тетрадь Не для занятия пустого. Пусть море черное шумит, Пусть старый дуб Листвой колышет. Узнай, о чем он говорит. Услышь, чего никто не слышит. Вот это наше общение с папой До сих пор непрерываемое. Третье испытание На грани жизни и смерти Это что? Третье испытание Я, наверное, думаю Это история с цыганкой. Как-то раз Отец отправился На очередное дежурство. Я помню, Как он поцеловал нас на прощание И пошел по двору Своим энергичным шагом. Никогда я не любила Слушать его удаляющиеся шаги. Дом как-то сразу пустел, Терял свою уверенность Жизнелюбие. И только пластинка с песней «Ах, Одесса, моя ненаглядная» Могла несколько поднять Мое настроение. Я уже раздумывала, Поставить ли пластинку Или полечить Внезапно разболевшуюся куклу, Как вдруг раздался звонок в дверь. Слышу, мама Встревоженным голосом Спрашивает что-то, А отец Как-то неуверенно отвечает ей. Входит в комнату, Где я сижу С открытым ртом На своей детской табуретке, Пытаясь понять, Что происходит. Ну, говорит мама, Что же произошло дальше? Да я не могу тебе даже объяснить. Было столько народу На трамвайной остановке, Уйма. Вдруг подъезжает трамвай, Ну, я, как все прочие, Пытаюсь пролезть внутрь, Как вдруг кто-то сильно Тянет меня за руку сзади И не пускает. Я думал, что это кто-то из пассажиров Хочет пролезть впереди меня, И изо всех сил выдергиваю руку. Меня опять хватают. Тут уж я разозлился, Оборачиваюсь. Цыганка. Стоит и не пускает. А ну пусти, говорю, Думая, что хочет денег. Некогда мне. А она ухватилась за меня И оттаскивает назад. Не иди туда, говорит, Несчастье будет. Так вцепилась, Что и не отодрать. Ну, я махнул рукой И не сел в этот трамвай. А потом Мне так не по себе стало. Решил вернуться На вас посмотреть. Только он закончил свой рассказ, Как вдруг раздались крики со двора. Мама выглянула в окно И увидела, что люди Выскакивают на улицу И бегут куда-то. Мы тоже все побежали. Что произошло, Мама спрашивает у соседей. Как, разве вы не знаете? Только что трамвай сошел с рельсов. Полно народу передавило. Ваших там никого не было? Да, это была одна из крупных Одесских трагедий В разгар пляжного сезона, Когда трамваи превращались В сплошное красное человеческое тело, Свисающее с подножек И высовывающееся из окон. Папа остался цел В силу мистических обстоятельств. Он рассеянно долго смотрел, Как трамвай убегавший горел, Обжигая листья аллеи. И на этом закончился мир городской, И обвисли заботы на плетке мирской, И упали к ногам голотеи. И он больше не знал ничего о себе, Ничего о других, Ничего о другом, Не боялся судьбы, Не слыхал о судьбе, И, не думая, Двигался зыбким песком. Никого не встречал, Никого не искал, И сквозь сотни таких же начал Проникал. И закатную тайну Манила вода, Но не знал, Где закончится путь И когда. А история, конечно, более известная. Это история с Моздоком. Мой отец как раз заступил на службу в это время, это был 72-й год. И вернулся просто домой переодеться, и кто-то другой был направлен На катере, чтобы встретить Это Моздок, Который столкнулся с болгарским катером, Лом, уже позднее, В момент вот такой большой непогоды. И мой отец пришел как раз на Лоцвахту, Когда все это случилось. Было это 13 января 1972 года. Как раз перед этим Отец вернулся домой, Чтобы одеться потеплее. Вскоре после того, Как мы попрощались, Страшный взрыв Потряс город. Из дневника 72-го года. 11.00. Я поехал домой, Чтобы одеться потеплее, И через 40 минут Вновь возвратился на Лоцвахту. Здесь меня ждало Страшное сообщение. Моздок столкнулся с болгарским Танкером Лом. Танкер врезался в правый борт теплохода И разрубил его чуть ли не наполовину Ширины его корпуса. На Ломе Произошел взрыв, В результате которого Погибли все люди Центральной надстройки. Я помню взрыв, Который мощно подбросил вверх Образ нашей последней встречи, Где страницы недочитанной книги Бешено перелистывались В обратном порядке. Слух о том, Что что-то произошло в порту, Разнесся почти мгновенно. «С тобой никогда Никогда ничего не случится», Повторяла я в тишине квартиры, И мой шепот В ответ на рокот тринадцатого Звучал контрзаклинанием. Но с Моздока Только все и началось. Эта зима выдалась Из ряда вон выходящая. Вскоре после истории с Моздоком Отца вызывают провести судно Аркадий Шиманский, И он попадает в море, Скованное льдом. Ситуация невиданная для тех краев. В море застревает масса кораблей, И всех их нужно провести в порт. Впервые за многолетнюю историю плавания В этой зоне Срочно вызывают ледокол. Отец брошен на проводку Застрявших судов в порт, И его судно тоже застревает. В дневнике он пишет следующее. «Ломов Анатолий Вышел на ледоколе Русанов. Двадцать лет не было здесь Такой суровой ледовой обстановки. Скованные льдины Достигали толщины 60-70 сантиметров. Во льду застряли десятки судов. У одних кончилась вода, У других топливо. Съеден последний сухарь. Вопит радиограмма с третьего. Всем нужно помочь, Дойти до порта, Ввести в порт так долго. Он никогда не уходил на дежурство. Сколько его не было, Неделю, две. Тревога нарастала. С каждым днем его отсутствие и известие. Ничего хорошего не сулили. Я проснулась от ощущения его холодной щеки. Он приехал рано утром и, прямо как был в тулупе, Побежал к моей постели и крепко обнял меня спящую. Мама стояла рядом, ничего не говоря. Да, эта зима была еще одним суровым испытанием в его жизни. Он пришел домой, Как приходят с обыкновенного дежурства, И уснул, укрывшись тулупом, Под колыбельную печки, Где сверчком потрескивал уголь. И наша жизнь продолжалась вопреки нежизни, Которая сковала море. А через два года появилась небольшая заметка в местной газете. Газета «Моряк», 1974 год. Лоцман на трубе. Я первый в мире лоцман, Который ввел в порт судно, сидя на его трубе. Воскликнул Ким Беленкович, Лоцман одесского морского порта. И это была сущая правда. В чем дело? Зачем понадобилось взбираться на трубу? Как же обычное место лоцмана? Капитанский мостик? Труба в данном случае была удобнее мостика. Судно «Моздок» затонуло два с половиной года назад и только что поднято Одесским экспедиционным отрядом спасателей. «Моздок» лежал на глубине 23 метров, и лишь труба торчала над волнами. К ней спасатели приварили подобие мостика, на котором устроили пункт управления подъемными работами. И с этого же пункта, то есть с трубы, командовал Лоцман при проводке Моздока в порт к 39-му причалу. В дневнике у отца этот день отмечен следующей записью. 18 августа 1974 года. Я поднимаюсь по штормтрапу на трубу. Да, на трубу теплохода «Моздок». Собираясь на Моздок, я сказал, что такого еще в мире не бывало. Лоцман на трубе. Кто-то из корреспондентов вынюхал это и, перефразировав, поместил свою статью. «Сорок часов на трубе». Лоцман на трубе. Это почти что скрипач на крыше. Тоже соло над миром, окруженным стихиями неба и вод. Тоже смешение улыбки и грусти в поступке. Тоже одиночество духа и объединение души со вселенной. Таким ты остался навечно в истории города. Мой отец здесь. Он жив. Он там. Он жив. Это море, этот воздух. Это все мой отец. И я, конечно, мечтаю, чтобы вот эта эмблема «Лоцман на трубе» это ведь не бывало. Это же ведь занеси в книгу Гиннеса, рекорд Гиннеса. Никто же никогда не водил затонувший корабль, стоя на трубе, приварив мостик. Это должно стать тоже какой-то эмблемкой где-то. Чего-то. В городе, ну, это должно быть отмечено. «Лоцман на трубе». Многие газеты и журналы с большим интересом откликнулись на мою статью об отце. Однажды я получила письмо от одного из читателей Херсонской газеты. Уважаемая госпожа Вера Зубарева, прочитал в нашей местной газете «Площадь свободы» статью о вашем отце, черноморском моряке Киме Беленковиче, с которым я был знаком. В сентябре 1974 года Лоцман Беленкович с рейта порта Одесса в порт Ильичевск проводил наш теплоход Иван Сеченов, на котором я был первым помощником капитана. Проходя мимо поднятого водолазами со дна Черного моря теплохода «Моздок», ваш отец подробно рассказал нам о трагедии этого судна, как он осуществлял его проводку. По совету вашего отца я сфотографировал поднятый «Моздок» на память. Фотографии у меня в архиве, и я передам их в редакцию для публикации дальнейших материалов о вашем отце. В знак уважения к вам, бережно хранящий память об отце-моряке, в память о нем, я в очередном своем вышедшем из печати сборники стихов посвятил вашему отцу свое стихотворение. Пусть он вечно будет с нами моряками во флотском строю. Жду от вас вестей. Спасибо, что вы так бережно храните память об отце. Борис Голубань. К морским глубинам тянется душа. Там все знакомо, кривизна пространства и копошенье, эхо вечных странствий и тьма, откуда жизнь произошла. К морским глубинам тянется душа. Туда же осень тянется, за летом. Туда уходит день за новым светом и мысль за отрицанием рубежа. К морским глубинам тянется душа, чтоб в голос крови вслушаться в затяжку, следить, как жизни бродят нараспашку по кромке неизвестного числа и ощущать привязанность привязанность нутра к рассеянному тлению заветов и расщеплению памятных моментов на бесконечность краткого вчера. Зачем вам все это? Допытываюсь у Веры Зубаревой не только как у рожденной одесситки, а и сотрудника Пенсильванского университета, обремененной служебными обязанностями, семейными хлопотами. Зачем ее семья на обратной стороне планеты оцифровывает, озвучивает домашний архив, придает ему новую форму и содержание? Что движет этими людьми? Долг, память, ощущение ответственности перед старшим поколением, желание лучше познать самих себя? А зачем человеку нужен дом? Дом — это не какое-то географическое место. Мой отец, его судьба и все, что было, — это часть моей жизни, это мой внутренний дом. Ничего дороже нашего дома на свете нет, потому что все остальное может разрушить. А дом — это твои стены, там ты развиваешься, там ты растешь, там ты обогащаешься. И вот это для меня есть часть моего внутреннего, большая, фундамент, я бы сказала точно, это фундамент моего внутреннего дома и моей семьи. В тот последний день мы гуляли по аллее. Он наблюдал за белкой, делающей раскопки под деревом. Папка, ты помнишь, убежал лисенок в лес и на дерево залез, неожиданно закончил он и рассмеялся. А потом мы взялись за руки и пошли по осеннему парку, и листья шуршали у нас под ногами, и мы шли, и шли, и дошли до берега, где его ждал корабль. «Возьми меня с собой», — попросила я. Он подумал и, как всегда, улыбнулся. Ему было всего лишь семнадцать. Где-то вдалеке гремела война. «Побудь здесь». «Я скоро», — сказал он и махнул на прощанье рукой. «Возьми меня с собой» «Махнул на прощанье commodities» «Бот Jimin. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok